Здравствуйте, дорогие друзья! Вот теперь уж действительно закончились праздники, и мы с вами вступаем в период быстрого такого спрессованного изучения, потому что брешит, уже проскочили, уже ног, но без основы тяжело, поэтому два слова в начале. Почему мы с вами крутимся каждый год Тора, 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 Тора? Смотрите, каждый раз, начиная новый круг Торы, мы каждый раз как бы обновляем из себя свое понимание мира. Что говорят мудрецы на этот счет? Мы всегда пользуемся русским языком, изучаем Тору, но на самом деле все не так просто. Если бы владеть ивритом, то некоторые вещи становятся уже чуть-чуть яснее. На иврите не все так, как переводится. Например, с самого начала брешит сотворение земли и неба. Если бы надо было сказать, чтобы небо и земля созданы первыми, надо было написать баришон сначала, да? На иврите написано совершенно иначе. Эту строчку мудрецы советуют читать вообще расширенно и немножко иначе, что Творец извлек из абсолютного ничего тончайшую, не являющуюся веществом основу, мы не понимаем, это вот так написано, создающую энергию, которая готова принять форму и перейти в потенциальное состояние из реальности. В реальность, то есть перейти. Вот и все. И после этого он же ничего не творил, а только облекал форму. И это творение было бесконечно малое, не обладающее материальностью. Из них были созданы небо, земля и все наполняющие их с точки. То, к чему приходит наука сейчас. Наука пишет то же самое. Вот был взрыв, потом то же самое. Но существует никакого знания до того и после того, мы ничего этого не знаем. Тайна творения заключена в развертывании и распространении именно этой точки. Было сияние, сияние возникло все существующее. Когда возводят дворец, вообще обратить внимание, то сначала строят нижний этаж, потом верхний и так далее. Но Всевышний он не человек. Он сначала сотворил духовные миры, а затем нижний материальный мир. Написано вначале сотворил Бог небо, а потом землю. Это доступно Богу, нам недоступно, но понять мы это можем. Очень интересная версия Рамбана, почему Тора начинается именно со слова брешит. Что рассказ о сотворении мира совершенно необходим именно в начале пятикнижья, так как в нем заключен корень веры. То есть здесь самое главное. Сначала надо понять, что у мира есть хозяин. Один, великий. И вот он, он написал это Тору, а потом уже сообщать, установлены законы. Что мы понимать, попытались хотя бы частично, с какой великой мудростью мы общаемся, когда вчитываемся в слова Торы. В Торе абсолютно все. В Талмудическом трактате Самкидрил повествуется о том, как Раф Ханина и Раф Ашайя, постоянно изучая книгу творения, смогли сотворить трехгодовалую телит. А другие два Рафа с помощью соединения Бухторы создали голема и привели его к мудрецам. Они вообще, мудрецы говорили, что если мы были чистыми от греха, если у нас не было вот этих препятствий, всяких экранов, которые мы сами создали между нами и духовностью, мы бы смогли действительно творить миры. И правильно Бог стал змей, извините, говорил Адамусу, вы сможете творить миры? Да, сможем. Но мир, чтобы соответствовал Богу, иначе что это за мир? Согласно пояснению Виленского Гаона, именно соединение букв и есть то, о чем говорят, что мир создан с помощью Торы. Да, это буквами создано. Ведь смотрите, когда мы смотрим в компьютеры, видим там изображение кино, там звуки, все, но ничего же этого нет. Есть только нолики, единички, нолики программа есть, программный код. То же самое здесь, Тор это программный код вообще всего человечества. Хайм Воложин сказал, что если в мире один раз на минутку прекратилось бы изучение Торы, мир бы в ту же минуту перестал существовать, потому что Тор отдает дух, жизнь, существование Вселенной. Тор это энергия, вот мы с вами учим Тору, мы увеличиваем энергию, положительную энергию мира. Кажется, что это, что мы тут, да, да, так и есть. Тут появляется вся наша огромная сила в потенциале. И вообще обратите внимание, потенциаль, вся энергия потенциальна. Если мы вытащим из нее злость, обиду, какой-нибудь там, она пойдет, вытащим радость, вытащим, то же самое получается. То есть это материал в наших руках лепить. Мы боги своего маленького мира. Ну если мы помним, что есть бог наверху. Вот в нашем мире, да, мы должны работать, как будто бы никого больше нет. Еще раз, Тора начинается с буквы Бет. Во всех книгах эта буква больше. Но ведь в Рике не бывает заглавных букв. И тут нет случайности. В Торе нет случайности. Если одна буква не так написана, уже это не кошерная. И вот сама форма этой буквы указывает следующее. Невозможно исследовать то, что было выше, ниже, после, только до Дня Сотворения Мира и далее. До этого ничего не понадобится. Выше, ниже, это за рамками пространства, до Сотворения Мира. Не надо лезть в эти глубины. Не надо забивать себе голову там, что было, что не было. Что то, что закрыто, закрыто. Раф Зильберг как говорил? Что человеческий ум ограничен. Есть вещи, которые не дано понять. Надо это признать. Может ли котенок разобраться в устройстве компьютерного, там, какого-то. Или мурамея, в смысле, как человек создает машину и так далее. Для нашего разума есть границы. Мы материальная форма существования материи. Она вот такая вот, да. Поэтому бесполезны попытки умничать, придумать что-нибудь. Буква Б, закрытая снизу, сверху и справа, она открыта в другую сторону. То есть постигайте, у нас впереди есть чем заниматься. Вот этой вот Торой занимайся, которая будет от начала до конца. И вот этой Торой мы постараемся заниматься. Только надо помнить одно. Можно, написали мудрецы, что надо достичь в изучении Торы любых вершин. Потому что сказано, лестница стоит одной, от земли до неба. Но для того, чтобы это все сделать, надо поставить ногу на первую ступень. То есть давайте начнем. И может быть у нас получится. Браховая слога хорошего года изучения Торы.